Ну ты и поц. Ну, звучит, конечно, смешно. Видел я твою торговлю. Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задоя и Александр Михайлович. С его рекламой, которую вы Ростова, наверное, уже видели, мы в этом видео вспомнили не случайно. Я торгую на рынке с 2005 года. С 2008 года я варюсь в этой теме профессионально. Я никогда не говорил про себя, что я какой-то мега успешный трейдер, который зарабатывает огромные бабки. Но при этом я видел огромное количество неуспешных трейдеров, и именно в этом моя основная ценность. Почему трейдеры теряют деньги? Ну, логически, если человек теряет деньги на финансовых рынках, этому есть какая-то причина. Вот, допустим, если вы теряете деньги на финансовом рынке, этому уже очевидно есть какая-то причина. Или, может быть, причины. Их, возможно, несколько. Как правило, немного. Давайте рассуждать логически. Если вы теряете деньги на рынке, очевидно, этому есть какая-то причина. Или может быть несколько причин, из-за которых у вас не получается зарабатывать деньги и вы их только сливаете. Если бы вы эти причины знали, вероятно бы вы их уже исправили и начали бы зарабатывать деньги на рынке. Ну логично же. Получается, что если вы не получаете никакого нового результата, это значит вы либо причины не те видите, либо не можете их исправить, либо вообще ничего не делаете, чтобы их исправить. Вроде как все логично. Так вот проблема как раз таки вот в этом и заключается, что как правило причину люди видят в чем? Они думают, что мне нужен какой-то новый индикатор, мне нужна какая-то новая система, я что-то вот, мне на том может быть рынки торгую или еще что-то в таком духе. Полная ерунда. Вот к мне постоянно народ приходит, дай новые индикаторы, дай новые системы, дай новые методики. Да вы со старыми хотя бы для начала разберитесь. Поймите, что торговля на рынке это не работа с какими-то системами. Торговля на рынке это работа с вероятностью и работа с рисками и прибылью в вашей торговле. Возьмите прямо сейчас, откройте свою историю счета, отмотайте ее назад, откройте свою историю счета, сохраните ее как детализированный отчет. И не надо смотреть там на каждую сделку, отмотайте в самый конец, там где график и аналитическая информация. Вам там нужно всего лишь навсего 4 цифры. Первая это процент прибыльных сделок, вторая это процент убыточных сделок. Вот эти вот 2 цифры показывают вам, с какой вероятностью вы сделки, которые открываете, закроете с плюсом или с какой вероятностью вы закроете их с минусом. Если у вас прибыльных сделок больше, чем убыточных, у вас все в принципе нормально, хорошо, можно ничего не исправлять. Но если у вас процент прибыльных сделок меньше, чем процент убыточных, соответственно, значит у вас проблема как раз действительно с системой или с тем, как вы ее применяете. Надо поработать над точкой для открытия позиций. Следующие 2 цифры, на которые вам нужно посмотреть, это размер средней прибыли и размер среднего убытка. Вот эти вот 2 цифры, они показывают соотношение рисков и прибыли в вашей торговле. Если у вас прибыль средняя вот такая вот, а убыток вот такой, это значит, что у вас проблема с соотношением рисков прибыли. Вы ставите вот такие, наверное, ступлосы, вот такие тейк профиты, передерживаете позиции, не вовремя их закрываете и так далее. Нужно поработать над соотношением рисков и прибыли в торговле. Соответственно, когда вы смотрите на вот эти четыре цифры, которые я вам только что обозначил, причем их не нужно считать самостоятельно, они все считаются автоматически в истории счета. Это процент прибыльных сделок, процент убыточных сделок, средняя прибыль, средний убыток. Все, вот эти четыре цифры ответят вам на вопрос, что у вас не так, над чем вам нужно работать. Вот прямо сейчас мне в комментариях напишите, какие у вас значения вот этих четырех цифр. И вот давайте сделаем следующую вещь. Вы сейчас их напишите, узнаете, какие это цифры, поймете, над чем нужно работать. Работать нужно над точкой входа в рынок или над риском, прибылью. И я месяц не буду писать никаких новых видеороликов. Вот месяц будете исправлять это, а потом через месяц напишите мне, какие у вас результаты. Удалось ли что-то поправить. Если не разберетесь сами, что нужно поправить и как нужно поправить, ну приходите, давайте я уже вам покажу, расскажу, прям вот носом ткну и покажу. Вот это делай, а вот это больше не делай. Вот еще один метод, ну о следующем методе, наверное, поговорим в следующем видеоролике, как раз который будет через месяц. А пока подпишитесь на канал, поставьте лайк, подпишитесь, чтобы не пропустить новые видеоролики. И жду ваших комментариев под этим видео. С вами был Глеб Задоя, всем пока.